О своем деле мечтают большинство казахстанцев, ведь это сулит независимость и высокие доходы. Однако от слов к делу переходят далеко не все из желающих. Считается, что начать бизнес можно только с большим стартовым капиталом или связями. Мы решили разобраться и развеять мифы о предпринимательстве. Миф первый. Чтобы открыть бизнес, нужно иметь крышу. В Казахстане работают свыше миллиона предпринимателей. Из них большинство зарегистрированы в Алматы и Нур-Султане. 190 и 130 тысяч субъектов МСБ соответственно. Меньшая деловая активность в СКО – почти 30 тысяч компаний. И в Западно-Казахстанской области – около 43 тысяч. В основном свое дело казахстанцы предпочитают открывать в сфере оптовой и розничной торговли. 87 тысяч компаний по стране. Затем строительство и сфера услуг. Замыкают пятерку фирмы образовательного, научного и технического направления. Это юридические конторы, рекламные агентства, переводческие бюро и другие, которые оказывают различные консультации. По словам экспертов, бизнес в Казахстане развивается не поступательно, а стихийно, следуя моде. Несколько лет назад все массово открывали салоны красоты и аптеки. Сейчас молодежь занята в ресторанном деле. Активно развивается сфера сервиса и услуг. Тренд 21 века, он идет к тому, что самый большой актив, самая большая инвестиция, которую могут люди делать, это инвестиции в себя. То есть люди инвестируют в персональный бренд, люди инвестируют в свое здоровье, люди инвестируют в саморазвитие. Люди остаются без работы и люди понимают в какой-то момент, что для того, чтобы выживать, быть успешными и конкурентоспособными, нужно постоянно меняться и нужно вкладывать в себя. Соответственно, вот эта вот вся индустрия сервиса, она очень перспективна, она очень прибыльна и она развивается очень бурно у нас в Казахстане в том числе, ну и во всем мире. Еще один казахстанский тренд – все больше людей уходят в сильные компетенции. Простыми словами, превращают в бизнес свое хобби. Здесь, говорят предприниматели, можно развивать свое дело и без крепких связей. Обратилась в центр занятости города Усть-Каменогорск. Там мне предложили обучение бесплатное, притом со стипендией. На протяжении девяти последних лет, как я закончила профессиональный лицей, в течение четырех лет я занималась пошивом и ремонтом одежды чисто на дому. И исключительно для родных и близких. Соответственно, дали сарафанное радио. Все люди начали узнавать, видеть мои работы и заказывать. Потом я поняла, что дома невозможно всех заказчиков принимать. И, соответственно, пришлось открыть свое ателье. Миф второй. Для открытия бизнеса нужно иметь большой капитал. Тормозит будущих предпринимателей и финансовая сторона вопроса. Бытует мнение, что на первых порах в детище придется только вкладывать. Однако у большинства потенциальных бизнесменов нет финансовой подушки, которая могла бы их подстраховать. Вот и не рискуют. Между тем специалисты, да и уже работающие на себя казахстанцы уверяют, запустить проект можно и без большого стартового капитала. Самый успешный бизнес, как правило, это бизнес с нулевым бюджетом. То есть я всегда об этом говорила, говорю и буду говорить. В бизнесе на начальном этапе, да, стартовый капитал, он имеет значение. Допустим, если, ну, что бы это ни было, да, для того, чтобы печь пироги, нужно иметь хлебопечку. Для того, чтобы снимать какие-то ролики, нужно иметь хотя бы камеру или телефон, на котором это делать. Понятно, это инвестиция в активы. Но в целом сам по себе бизнес, если он находит правильную нишу и начинает жить своей предпринимательской такой вот жизнью, то он оправдывает сам себя. На стартовый капитал можно накопить или занять деньги у родственников, привлечь финансы в интернете, через краудфандинг, воспользоваться госпрограммами, оформить кредит в банке или заручиться поддержкой частных инвесторов или бизнес-ангелов. При этом, по словам экспертов, не нужно гнаться сразу за масштабными проектами, где и вложения, и риски больше. Начните с малого, советуют бизнесмены со стажем. Не нужно просто брать и масштабно, глобально вкладывать средства для открытия бизнеса. Нужно продумать. Начать с чего-то малого. На этом малом отработать вот всю схему взаимодействия всех, да, выработать для себя какие-то определенные правила, которые позволяют уже постепенно масштабировать свой бизнес. Миф третий. Госпрограммы для открытия бизнеса не работают. В стороне от развития бизнеса не стоит и государство. Меры поддержки предпринимателей различны. При этом львиная доля направлена на финансирование. Четыре программы по поддержке малого и среднего бизнеса. Из них по программе дорожная карта бизнеса, экономика простых вещей, субъекты бизнеса могут получить кредит по 6%. Если у субъекта бизнеса не хватает залоговой базы для получения кредита, он может получить гарантию государства. Гарантия по программе дорожная карта бизнеса составляет до 85%. По экономике простых вещей до 50%. Это гарантия государства в случае, если не хватает залоговой базы для получения кредита. Также в этом году внедрена программа Национального банка по льготному кредитованию малого и среднего бизнеса. По этой программе субъекты бизнеса могут получить кредиты на пополнение оборотных средств. Среди других мер поддержки для действующих бизнесменов налоговые послабления и моратории на проверки. Для начинающих работают бизнес-школы. В 2019 году по этому направлению обучились более 26 тысяч субъектов бизнеса. Из них мы мониторили эффективность этого направления и около 2300 предпринимателей открыли свое дело. При этом привлекли на реализацию своих проектов около 6 миллиардов тенге. По этому направлению они обучились. По итогам обучения получили либо гранты, либо субсидии в рамках действующих программ. Механизмов поддержки действительно много, говорят эксперты. Однако не все они хорошо знакомы населению. От этого и складывается мнение, что в стране нет программ для бизнеса или они не работают. Каждым годом эти программы господдержки, они становятся еще более сильными, более интересными. Но я думаю, что главный минус здесь в том, что не все осведомлены об этом, что вот эти программы существуют. Поэтому ассоциация является одним из самых таких проводников, которые показывают, рассказывают, что есть такие программы, не нужно бояться, нужно начинать действовать, брать. Есть у нас очень много успешных проектов, которые воспользовались данными программами, и сейчас их бизнес находится на более высоком уровне развития. Еще один негативный факт. Многие программы требуют от бизнесменов-участников гарантии. К примеру, собственного имущества или дорогостоящей техники. Небольшие компании зачастую их предоставить не могут и остаются за бортом господдержки. Малый бизнес не имеет залогов и так далее, ничего не может получить, поэтому все льготные кредиты уходят у нас к среднему крупному бизнесмену. А если государство дает деньги, при этом я не могу осуждать, понимаете, этот средний и крупный бизнес, который пользуется льготами. Потому что раз государство такие правила сделало, то бизнесмен, который не пользуется возможностью, это не бизнесмен. В смысле, у вас есть предприятие, вы пользуетесь всеми легальными возможностями, чтобы это предприятие выиграло в конкурентной борьбе. Подведем итоги. В Казахстане бизнес активно развивается. И чтобы начать свое дело, говорят сами предприниматели, не нужна ни крыша, ни большой стартовый капитал. Куда важнее интересная идея, силы и желание, чтобы реализовать проект. А деньги на раскрутку бизнеса можно взять взаймы, получить у инвесторов или использовать госпрограммы.